Я знаю о себе, что я перфекционист. Я знаю, что периодически я попадаю в эту ловушку планирования результата. Потому что я люблю делать то, что у меня хорошо получается. И не люблю делать то, что у меня получается плохо. Можно сказать, Оля, что вы поставили себе на самом деле очень высокую планку. В этом есть ваша гордыня, как профессионал, амбиции завышенные. Поэтому об этом вам тоже нужно помнить. Я с вами открыто говорю, да. Получив такую обратную связь, как вы думаете, она сработала бы в плюс? Ты думаешь, нет? Янис думает, что нет. Или ты думаешь, что да? Пополам. Пополам? Ну 50% это тоже неплохо, да? Но это же только один маленький опыт. Правда? Нам же всем важно понять свои особенности и какие базовые установки являются для нас негативными. То есть они влияют негативно на нашу жизнь. Понимаете меня? А какие нейтральные? А какие, наоборот, полезные, которые вносят в нашу жизнь какую-то динамику? Знаете, интересный факт исторический. Большинство самых богатых людей на свете, большинство, всю свою жизнь боялись нищеты. Интересный факт, да? Даже когда их капитал рос, они все равно боялись нищеты. Многие известные люди, которых мы знаем как успешных в бизнесе, да, родились в очень бедных семьях. И у них детский страх остаться без еды, без крова. И на улице, да, остался на всю жизнь. Им самим было очень трудно в этом себе признаться и проанализировать. Они не думали об этом. Но эта базовая установка была движущей силой их успеха финансового. Понимаете, да? Кстати, интересная история. Их дети в подавляющем количестве не были столь успешны, сколь их родители. Как вы думаете, почему? Они не боялись остаться на улице, да? У них не было такого страха. Правда в том, что большую часть базовых установок мы приобретаем в детстве. Поэтому и говорят, что все проблемы из детства. И некие деструктивные базовые установки, они звучат вполне безобидно. Ну, когда мы их вытаскиваем, да, они вполне безобидно звучат. Ну, правда, немножко печально. Есть типичные, да, например, вы знаете такую историю, кризис среднего возраста. Все слышали, да? Это некий период в жизни мужчины, да? Гормональные изменения. И осознание того, что большая часть жизни уже прожита. На самом деле, этот кризис основан на понимании того, что смерть неизбежна на страхе смерти. Очень часто под влиянием этого состояния взрослые люди начинают рушить свою жизнь. Они разводятся, бросают семьи, там, создают новые, потом опять разводятся. Или бросают свою работу, которая у них хорошо получается, да, из-за этого чувства неудовлетворенности. Уходят в какую-то другую деятельность, да, то есть там. Потом меняют эту деятельность, уезжают в какие-то путешествия, бросают вообще все, всех. И так далее. Кто-то начинает употреблять наркотики, на самом деле. В попытке утешить себя. Ну, начинают страдать семьи, сотрудники и так далее, и тому подобное. Конкретные люди. Оказывается, конструктивный выход из этой ситуации – это принятие того факта, что большая часть жизни прожита, да. Принятие того факта, что смерть неизбежна, и попытка, да, из того, что есть в жизни, да, поменять свое отношение вообще ко всему, что есть у меня в данный момент, да. Не убегать от нее, потому что от нее убежать невозможно, да. То есть, как бы, попытка вложить душу в то, что уже есть. И, кстати, сказать, говорят, что в большинстве случаев успешный выход из этой кризисной ситуации – это когда человек посвящает себя служению своей семье, какой бы она ни была. Находит в этом смысл внутренний, это на самом деле, наверное, так и есть, да. Переключает фокус самого себя, да, пытается отключиться от своего состояния неудовлетворенности и переводит это все в служение другим людям, близким людям или своим сотрудникам, понимаете. Таким образом это проходит без вот этой катастрофы в жизни. Потому что если человек, я знаю случаи, когда люди, там, за 40 начинали употреблять наркотики, они очень быстро умирают. Быстро рушится жизнь, понимаете. Так или иначе. Дневник чувств – это попытка скорее разобраться с тем, что было еще до употребления наркотиков. С теми базовыми установками, которые вы приобрели в течение жизни. Есть еще одна задача у вас на базовом этапе по изменению базовых установок. Это три деструктивные, которые я могу прямо назвать. Потому что от этих базовых установок зависит ваш успех вообще в жизни и в трезвости. Другой инструмент используется в этом случае. Другой инструмент. Это новая редакция первого шага. А установки, которые вам нужно разрушить, их всего три. Они очень просто звучат. Олег, как ты думаешь, как они звучат? Есть идеи? Принять свое бессилие? Нет, деструктивные базовые установки. Бессилие перед чем? Перед зависимостью. Перед зависимостью, да. Ну, направление правильное, немножко не точно. Точнее, очень не точно. Наши действия определяются нашей верой. Так вот, вы переставите работать по программе, когда начинаете верить в то, что ваша болезнь излечимая. Это первая базовая установка. Что она может пройти как-то сама собой или с течением времени, или в результате какого-то определенного периода работы по программе. Вторая установка какая? Несмертельная. Потому что контроль возможен – это косвенная история. Она к смерти не приведет. И третья? Непрогрессирующая. Вот когда в моей голове, я могу сколько угодно говорить на собраниях, да, о выздоровлении, о программе, о плюсах программы, но если я верю в то, что моя болезнь несмертельная, непрогрессирующая, и излечимая, со временем я перестану работать по программе. Понимаете? И все вернется на круги свое. Я хочу, чтобы вы понимали, да, что если вы чувствуете себя хорошо, это не означает, что вы можете позволить себе перестать выздоравливать. Потому что очень часто люди ошибочно думают, что если я чувствую себя хорошо, устойчивое количество времени, то, может быть, да, каким-то чудом моя болезнь исчезла, я стал независимым человеком. Если я стал независимым человеком, зачем мне писать дневник чувств, писать самоанализ, читать ежедневник, ходить на собрания, общаться со своим консультантом? Зачем мне идти к врачу, если я не болен? Понимаете? Зачем мне анализировать свое состояние? Все очень просто. Мне нормально. Нету в этом никакого смысла. Это ловушка, в которую попадает огромное количество выздоравливающих. Потому что выздоровление имеет накопительный эффект. Понимаете, что это такое? Вот то состояние, которое кажется нормальным, оно накоплено предыдущими усилиями, предшествующими. В тот момент, когда вы перестаете что-то делать по программе, этот накопительный эффект исчезает. И в тот момент, когда вам становится плохо, кажется, что я сейчас рвану, вот только сегодня, а как рвану, и все вернется на круги своя, а не получается, потому что мало. Это принцип эскалата, да? Принцип эскалата. То есть если внизу эскалатора сносное состояние, но не очень, в середине нормальное, чуть выше хорошее состояние, когда вы скатываетесь вниз, вы физически не сможете вернуться сразу же в середину. Вам нужно будет идти какое-то время, понимаете? Ну и на самом деле, то есть у вас здесь на стационаре есть консультанты, которые могут правильно истолковать важный в них чувств. Не забывайте о том, что он создан для того, чтобы обращаться за помощью в большей степени. Какие-то выводы вы сможете сделать и сами, но проверьте эти выводы со своим консультантом, потому что результатом любой письменной работы, будь то дневник чувств, самоанализ, шаги или дополнительное задание являются выводы, которые надо применять в жизни. Понимаете, да? Ну, если они не конкретны или не точны, или не точны, да, то что произойдет? Да, направление собьется, понимаете меня, да? Поэтому вам нужно убедиться в том, что ваши выводы точные, что на них можно основываться, их надо применять в жизни. Лучше проверять свои мысли с кем-то еще, с человеком, который в этом разбирается. Узнайте, как помочь вашему близкому уже сегодня. Только полезная информация от экспертов лечения наркозависимости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.